МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоять. Руки на стол. Я письмо искал. Генерал-приказан. Разберемся. А ты думаешь, как? С такой дрянью как-то иначе не разговаривают. Пулю в лоб. Все, что могу для тебя сделать, сам руки марать, а такое дерьмо противно. Кому вы передавали сведения о нашей разработке по Елисеевскому? Рома Стрельбаркова. Я у меня… Что у тебя тварь-то грязная? Ты же своих товарищей предал. Я его к званию, добавки какие-то, а он… Что тебе за это дали? Отвечать! Дали то, что вас целый год прошу за ребенка. А вы все отговаривались, даже пальцев не пошевелили. Наверное, очень трудно послать безнадежно больного ребенка за границу. Но там же спасают. Спасают. Или облегчают, по крайней мере. А здесь… Церебральным склерозом он обречен. Вы же знаете. Своих-то, нибудь, посылали и жену, и детей. И деньги в управлении нашлись. Что у них там было-то? Ерунда, у нас любые приклейники лечат. А здесь же из ребенка всей семьи. Ни хрена обойдутся. А там помогли. Помочь можно только в первое время. Сами стреляйте. Предательство – нет оправдания. А я не оправдываюсь. Судите, расстреливайте, что хотите. Я арестован. А вот перепелиные яйца у нас пошли. Да. Давайте еще. О цене договоримся, не обидим. Шо? Уже два гарнитура. Нет, финские – не смогу. Югославия – совсем неплохие. Ну и добрые. Степан Васильевич, я вас когда-нибудь подводил? Вот так. Обнимаю. Яйца шлите. Спасибо. Благодарю вас. Да. Благодарю вас, Георгий Петрович. Все в порядке, Степан Николаевич? Да-да, все как всегда. Всего хорошего. Все добр. А она ему говорит, до каких пор я буду терпеть. Подожди. Извини. Да, приходил тут один. Не знаю кто. Павел, вот какая идея. Фокус, конечно, не новый, но результативен. Двойной агент, а? Ну, конечно, в борьбе с недовесом Брынзы никогда не использовался. Хотя надо же когда-то начинать. А шпион-то наш не заортачится. А куда эта гадина денется? Или мы его с дерьмом смешаем, или все-таки какой-то шанс дадим. Хотя я ему верить никогда больше не буду. Значит, Красавин останется на месте и будет? Стучать. Стучать в горку те сведения, которые мы ему продиктуем. А мы, в свою очередь, будем знать их маневры. А, значит так, Красавина мы заключаем на тебя. Есть. Ты эту игру и поведешь. И подключись к делу Римина. Мы его официально, конечно, закрыли, ну, чтобы успокоить оба ХСС. Они ведь все-таки по драконовскую дудку пляшут. Понимаешь, Аринин, он друг Беркутова, наверняка много знает. Да еще и валюткой балуется. Не меньше, чем Аримин. Обложи, обложи ты эту ставь, как у Волковых. Ты же их заимки-то знаешь. Да вроде знаю. Действуй. Нужно слушать его там, где он чаще всего бывает. Понимаешь? В банях, кабаках, понимаешь? Ну, не мне тебя учить. Ну что, что ты еще от меня хочешь? Чтобы я из-за этого дерьма всю Москву взял на прослушку? Да, всю Москву. Всю? Всю. Да, у Платонова этой дети есть? Сын, студент, журналист. Ну вот, походите за ним, походите. Ушли. Да. Георгий Петрович, там Букин опять во дворе. Иду. Все, Букин, конец. Сейчас марш отсюда, завтра придешь за расчетом. Юбиляр принимает поздравления у них. Победа, Георгий. Вы их победили. Спасибо. Ну, я волновался за тебя. Значит, не бросили, отбили. А я, знаешь, грешилку и нахру. Ну, что мы стоим? Пошли ко мне. Нет. Сегодня командую я. Прямо сейчас садимся и едем. Столик уже заказан. Можешь ли Даньку взять? Прямо в халате? Нет, в халате ты похож на врача, а я сегодня здоров и даже счастлив. Вперед. Я сейчас. Доктор Живаго на два дня. Я теперь твой должник. Даже не знаю, чем я могу. Я знаю. Сороковчан и колбаса. У тебя же мать в Елисейском трудится? Окей. Олени или медвежи? Понятия не имею. Я ни ту, ни другую не пробовала. Мария Викторовна. Здравствуй, Антон. Вы на меня за что-то сердитесь? За что? Странный ты человек. Ну, не знаю. За мое письмо. Да, если хочешь, да. Там все правда, только я больше не буду такого писать. Почему? Прошу вас, мадам. Даренька. Давайте, ребята. Хорошо. О, это сладкое слово. Свобода. Так кто же здесь осквернял мой персональный чертог? Обедали двое. Моменты все будет в ажуре. Я тоже так раньше говорила. Заказик, извольте, как всегда? Нет, как всегда, нас сегодня не устраивает. Сегодня нам нужно устроить праздник. Праздник свободы и независимости, ты понимаешь меня? Понимаю, Борис Валерья Иванович. Искренне рад. Сердце за вас так и заболело. Спасибо, Миша. Ну и что? Что он сказал? Сердце у него ухало, я за этого ворюгу избавилась. Он не халуй, он метро дотель. Ну метро дотель, какая разница? Эх. Ну что эх? Что эх? Да ничего. Сидим тут с засохшими бутербродами, а они там икрой с балыком обжираются. Ну и кто после этого умный? Они или мы? Они, конечно. Только знаешь… Вот только не надо про нашу честность. Знаем и полностью согласны. Дарья, стой, стой. Что он сказал? Вот так и отпустили. За отсутствием состава преступления. Они об меня, Георгий, зубы сломали. Я стоял, как скала. Ничего не знаю и баста. Только так и надо. Простите, Борис, а разве Виктор Васильевич… Ну, Линька, сердце мое, ну конечно, конечно, Гришин словечко замолвил, кто-то говорит. Но если бы я дал слабину, где бы я был? Я сказал нет. Нет и все. Зарочка, дивуля моя, ждала меня, как с войны. И никуда. Правда, золотка? Вот хорош. Зубы мы об него сломали. Тихо ты, мне дай послушать. Клоун. Тихо. А иногда просто воешь от унижения. И не знаешь, друзья они или враги. Или всех нас одни черти водят. Дело делаешь и виноват. Верчусь, как сука на перевозе. Кормлю их берут, по плечикам хлопают. Мол, что осталось, себе возьми. Или этим в очередях. А те тоже морды воротят. Мало и дорого. А лучше, чтобы ничего не было? Устал. Бросил бы к чертовой матери. Так не отпустишь же. Не отпустят. Исповедь афериста. Сейчас заплачу. Не так уж это и глупо. Все мы запутались. Все. Пока, Боря. Теперь все как прежде пойдет. Будем видеться. На футбол сходим. У меня, кстати, на ЦСКА «Спартак» приглашение в ложу. Очень хорошо. Вам, Боря, надо отдохнуть. Кто-нибудь в Крым. Или в лес. Не, Леточка, в лесу я уже, считай, почти побывал. Можно сказать, самые пушки еле ноги унес. Не, ну правда жаль, что вы ходите, ребята. Я-то еще рюмочку другую пропущу. Ну что, передача по заявкам трудящихся заканчивается. Подожди. Нет. Он там что, посуду бьет? Он и он. Крым, он. Да, он ты тоже. Да. Он сломался. Он сломался. Я, Борь, хочу от дела отойти. Это какого чёрта? Хочешь больше процент? Я дам. Нет, я не хочу в тюрьме сидеть. Эти аресты, они меня доконали. Ну, мне-то теперь вплот, овощ, дорога закрыта. А как же жить? Ты мужчина, ты и думай. А чё тут думать? Работай и всё. Жене своей будешь приказывать. И тебе прикажу. Прости. Ну, давай ещё штук по десять. Заработаем. Там посмотрим. А тебе всё мало. Горишь на своей жадности. И так загашники от зелени ломятся. А вот это не твоя забота. Пусти ты меня. Отпусти. Не могу. Пока не могу. Забыла, сколько ты мне должна. Ну, хоть долг-то прости. Ну, долг, чёрт, с тобой прощаю. Ну, вот сволочь. Человек хотел выскочить, он его не отпустил. Зато его отпустили. А валюта у него, значит, есть. И много. Надо искать. Только ты не думай, что это Зарочка, ангел. Под ней все валютные проститутки ходят. Националь, Метрополь, её бригада. Искать. Эту валюту надо искать и как можно скорее. Ну и найдём. А где Оленина? Я же просил. У нас осталось 12 туш. Шесть отдали в Националь, шесть пошли в заказ. Надо увеличить поставки, Зоя. Хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как малый? В лагерь отправила. Спасибо за путёвку, Георгий Петрович. Не за что. А где грильяж? После обеда завезут. Хорошо. Здравствуйте. Ну? Это всё прачка, Георгий Петрович. Зайдёшь ко мне. Волосы, пожалуйста, поправьте немного. Здравствуйте. Открываем гастроному. Я, конечно, жаловаться не хотела. У нас ведь это не принято. Ну и терпеть это хамство я больше не хочу. Я ей хлеб бесплатно не даю. Она мне форму перестала крахмалить и гладить. Почему перестали крахмалить униформу продавщицы Левшиной? Я всем крахмалю. А если она не сдаёт, я не виноват. Да что ты врёшь, я сдаю каждый день. А ты не гладишь. Она открыто заявила. Хлеб не дашь, крахмалить не буду. Все это слышали. Что скажете, Венера Ивановна? Да это она всё врёт. А чё, их уже другие, что ли? Все вон сумками тащат, кто что попало. Кто это тащит? Да все тащат, все. Все у вас под носом тащат. Да вся страна ворует, а я буханки хлеб взять не могу. Ну увольте меня тогда, увольте. По статье увольте, если вы такие честные. Тогда вам весь Елисей придётся уволить. Всех и себя заодно. Простите, товарищ директор, я не то хотела сказать. Я хотела сказать... Вы сейчас напишите заявление по собственному желанию. Не напишите выгоню по статье. Вы поняли? Поняла. Вы свободны. И вы идите работать. Надо задним пареньком присмотреть. С кем водится, где бывают какие связи, слабости. В общем, нарыть на него чего-нибудь. В контакт не входить. Понял. А что за парень? Некий Антон Платонов. Антон. И чё? Чё-то задумался. Вот фотография, адрес. Слушай, а чё всё время я, а? Может, Капустина заслать? Ты, Лёш, ты. У Капустина своё задание. Ты теперь человек мобильный. Выпишу тебе талоны на бензин. Ладно. Чё с поднём надо? Мать замдиректора Елисеевского. Он не единственный сын, значит, главная слабость. Слушай, Лёша, а не чё мне всё время сигареты стрелять, а? Тебе чё, жалко, что ли, а? Галина Брежнева, знаете, симпатичную гражданку такую. Галина Леонидовна, рад вас видеть. Да брось ты, Жорж. Ну, мы с тобой сто лет на ты. Слушай, Георгий, у меня такая беда приключилась. У подружки сегодня день рождения. Но я хотела её поздравить. Она говорит, я б тебя к себе позвала. А у меня дома шаром покати. Ну, не дай ты двум бедным девицам с голоду умереть. Ни за что не дам. Зоя, сделай, пожалуйста. Позволите на мой вкус. Валяете. Доверяю. Спасибо. Ну, ну, чего ты стоишь-то? Я мигом. Угу. За папу. Дай бог ему здоровья. Да. Ух. Ты знаешь, Жорю, я ведь уезжаю. Куда? Не знаю. Ну, чего ты ждёшь-то? Жорик, пожелай мне взаимности в любви. А тебе души, Галини Леонидовна? Душа у тебя, как море. Олимпийская сказка, прощай. Передашь туда, что нам известно о валютных накоплениях Харимина, что я лично ездил в прокуратуру за ордером, скажешь, что будут обыски. Да, ещё скажешь, что есть чьи-то показания, чьи не знаешь. Понял? Понял. Ну, пока. Девочки, мальчики. Выручили, как всегда. Я совсем забыла. Деньги-то я не взяла. Ну, ты запиши на меня. Ну, Жоржик, свои же люди. Я потом тебе сразу заплачу за всё. Люблю тебя. Удачи, Галина Леонидовна. Заходите всегда к вашим услугам. Чао. Это уже седьмой заказ. И всё без оплаты. Ну, оплати из резерва. Уже оплатила. Совести у неё нет. С таким папой совесть категория лишняя. Да папа-то. Ничего, наверное, не знает о её художествах. Да делает вид, что не знает. А сам, говорят, на порог её не пускает. Но это не нашего ума дело. Наше дело её и её дружков ублажать сервелатом с бужениной. Да. Да. У каждого свои обязанности. Кстати, о буженине и сервелате тебе придётся смотаться в кострому. Старый договор с ними кончается, надо подписывать новое. Раньше Вера ездила, теперь ты. Немного развеяшься. Там мужчины галантные. Светские львы из Черноземья? Прекрасно знаешь, что все эти командировочные тихие нет для меня. Вера сейчас ворвётся. Ну и пусть. Будет скандал. Ты стал трусом. Может быть. Боюсь искушений. А я знаю, тебе хороший способ избавиться от искушения. Поддаться им. Нет? Ладно. Надя, твое спокойствие, я готова оставить тебя. Когда ехать? Куда? К острому. А, завтра. Хорошо. Георгий Петрович. Что? Ничего. Люся, умоляю тебя. Ты молодая, красивая. Зачем я тебе? Старый измученный хрыч. Иди, Христом Богом прошу. Иди, работай. Садись. Да не, я... Садись, садись. Спасибо. Значит, хочешь Аримина всполошить. И заставить Руануса в тайник. Именно. Он захочет свои деньги перепрятать, ну, мы... Пожалуй, верно. Главное, чтобы красавин не засбоил. И нет. Это теперь землю будет рыть. Ну, смотреть на нее не могу. Глаза его ложевые. Может, хоть теперь от моей бороды отстанете. Это договор для Костромы. А к поезду Коля подвезет посылки, на каждой будет написано кому. Они привыкли их получать, так что вопросов задавать не будут. И ты не очень распространяйся. Отбирку твою и все. Чисто вы теперь пока. Ты так служебно со мной прощаешься? Я не хочу. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Кардиология на выезд. А я ей сказал, или все, или ничего. Только так. Не понял, у тебя течет в одном месте, ты собираешься в тут просывание, денег-то сколько надо. Да-да. Привет, ребята. Привет. Более не, не, спокойно. Привешу. Клонность. Материал есть, все есть. Конечно. Есть у нас минут десять еще? Десять. Ты же начинать собираешься в этом году? Да. Это жёстко. Дальше хочу. Получится, конечно, только так. Вы, Георгий Петрович. Отец. Отец. Садись. Поговорим, пока у тебя есть время. В любую минуту могут отправить. Значит, отправят. А пока я вот что хочу тебе сказать. Я хочу тебе помочь. Не волнуйся ни деньгами. Про гордость я уже понял. Если что-то и другое, ты хочешь стать врачом, а поступить не можешь. Я поступлю, Георгий Петрович. Умоляю тебя, не становись в пользу. Бессмысленно и неконструктивно. Но будешь таскать этот ящик пять лет. Потом наконец поступишь. Вот десять лет и пропало. А тебе уже двадцать два. В общем, я был вчера кое-где, разговаривал. В общем, тебя уже приняли во второй медицинский. Как приняли? Вступительные уже закончились. Я провалил химию, да и не во второй, а в первой. Правильно. В первом завалил, во второй сдашь. Нет, формальности нужно соблюсти. Справка о болезни. Со всеми сдавать не мог. Теперь сдашь задним числом, тебя примут кандидатам. Потом кого-то отчислят. Возьмут тебя на его место. Там мне сказали, отсев до двадцати процентов. А как это возможно-то вообще все? Знаешь, я не хочу выглядеть в твоих глазах каким-то махорщиком, блатмейстером, что ли. У меня действительно есть возможности. И будет грех, понимаешь? И грех ими не воспользоваться. И мне жаль, если ты меня не поймешь. Не, я пойму. Ну, потому что они нечестно валили, правда. Я все знал. Ну вот, тем более. И вот еще что. Я бы мог прийти к вам домой и сразу рассказать тебе и маме. Но после решил этого не делать. Почему? Мама была бы рада. В том-то и дело. Понимаешь, прошлого не вернуть. И не важно, чья тут вина, не вернуть. Так что же, а разыгрывать семью? А если она... А если еще есть чувства? Вы знаете, мне кажется, да. Я не люблю. Все кончилось. Исчезло тот страшный для нас обоих день. Извини, что я не выбираю слов. Ты уже взрослый, я хочу говорить с тобой на равных. Так прав я или не прав? Вы правы. Наверное. Ну вот и хорошо. Гражданин Аримин. Вы кто такие? Чего нужно? Комитет госбезопасности. Старший лейтенант Шершов. Да, да, да. Все будет сделано. Угу. Хорошо. До свидания. А начальство где? Разъехались. А тут от зама МВД Чурбанова звонят. Просит чего-нибудь легенького для фуршета. Сейчас его адзютант прискачет. А Зоя-то где? Она мне не докладывала. О чем-то шептала с Георгием Петровичем, а потом вслед за ним упорхнула. Подождите меня скоро. Подождите меня скоро. СВ, Зоя Сергеевна. С собственным душем. А посылки я вам позже прямо к поезду подвезу. Спасибо, Коль. Чего хочешь? Не откажусь. Угу. Вот. Да, да. Робин! 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 Фу, я сто лет не даться. По-моему, со свадьбы. Муж не любит. Он вообще никуда не хватит. М? А почему? Кто он, ваш муж? Человек. Умный. Сильный. Устраивает? Умный. Сильный. А вас не любит. Вот я глупый и слабый. Я люблю вас больше жизни. Ты явился. Пришел. В чем дело? И что это за тон? Где мама? Мама в спальне. А тон такой, которого ты заслуживаешь. Я ничего не понимаю. Объясни нормально, что происходит. А то. Где ты был сегодня с трех часов дня? Я? А тебе какое дело, дочь? С каких это пор ты стала интересоваться моими делами? С тех пор, как ты перестал ими заниматься. Лида? Лидочка? Ты был у нее. Я все знаю. Я тоже там была и видела там твою машину. Отпираться нет смысла. Я не был у нее. А кто же там был? Призрак отца Гамлета. Коля привозит билет на поезд. Сколько же можно изворачиваться? Это когда-нибудь кончится? Ну, что ты молчишь? Можно хоть когда-нибудь сказать правду? Я тебя убью. Я возьму нож весном отделе. Горло тебе перережу. Я тебя тоже очень люблю. Ой, иди. Я так больше не могу. Не хочу и не буду. Ну, зачем? Почему? Ты ведь старый. Старый уже. Ну, старый. А у Зои я все-таки не был. А где ж ты был? Где был? Ну, что ж, я расскажу. Ты же знаешь, что до тебя я был женат. Мам, привет. Привет. Откуда ты? Такой. Какой? Не знаю. Радостный какой-то. Гулял. В кафешку сходил с девушкой. Есть не хочешь? Не. Пил что-то? Немножко выпил. Красного вина. А ты куда собираешься-то? Кострому на несколько дней в командировку. А че с такой грустью про Кострому-то? Не знаю. Замечательный же город, нет? На душе как-то неспокойно. Что-то случилось? Да нет. Я сама не пойму, что со мной. Но ехать не хочется. Мамуль, ну... Надо ехать. Езжай, езжай. Сколько можно торчать среди этих колбас? Ну? С ума можешь зайти. Ну что, ну развеешься. Ну? И все? Нет, не все. Я и дальше хочу ему помогать. А она? Точно? Господи, как же хочется тебе верить. Антон, прекрати, нас сейчас увидят. Мама уехала на четыре дня. Ты придешь? Никогда. Я прошу тебя. Сигареткой угощусь. Литературу им преподает. Весельненькая учительница, да? Это жена с качком. Жена? Жена. Здорово, сыщики. Че делаем? Так, обсуждаем. Че обсуждаете? Да. Окей. 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 Это сделает. Окей. Окей. Кто это, Платонов Антон? Сын Зои Сергеевны Платоновой. Платонов Антон. Сын Зои Сергеевны Платоновой. Давно идете наблюдения? Два дня. Прекратить? Нет. Разрешите идти. У тебя поживу? Живи на здоровье, я один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вы что несёте? Смерть наступила от Угуши. Когда это произошло? Минут сорок назад. Какая разница? Сорок или пятнадцать? Путь к Беркутову отрезан. Да, прямой и верный. Чья смена? Моя. Я за пару минут в глазок смотрел, на кровати сидел. Тихо так. Ты себе на записки не оставил? Ничего. Можно в морг? Думаю, да. А, Павел? Да-да, конечно. Двое в комнате. Я и Ленин. КОНЕЦ Что ты молчишь? Нет, Аримина, нет. И вина это твоя. Ты обязан был проверить режим наблюдения, если надо усилить. А дальше, что будет, знаешь, я тебе скажу. Дружки его там, такую вонь разведут. Изверги, палачи, честного человека в застенках замучили. Короче, с таким дерьмом нас мешают. Но виноват, товарищ генерал. Что мне делать с твоей виной? Куда мне её засунуть? Самое главное, где взять лучший выход на Беркутова? Так что за тварюга повесился. Мне напревать, черт с ним. Туда ему и дорога. Но Беркутов, Беркутов. Как с ним? Не знаю, товарищ генерал. Не знаю. И сколько же вы у неё взяли? Пятьдесят пять тысяч долларов, Леонид Игоревич. И шутишь? В копейках копейки все подсчитали. Ведь это экономическая контрреволюция. Владимир Ильич Ленин именно так эти вещи классифицировал. Ты накажи этого хапуху по всей строгости закона. А он сам себя наказал. Повесился в Лефортова. Знал, что мы с него строго взыщем. Хорошо. Хоть у этого совесть заговорила. А с остальными как? У нас их как крыс развелось. И совесть их, Леонид Ильич, молчит. Вот вы намекали. Не трогай кое-кого. Я понимаю, добрый бы человек. Да ещё Гришин их прикрывает. Но так нам развитого социализма не построить. Слово коммуниста не построить. И ещё. Они ваше кристальное имя пятнают. Слухи ползут по Москве, что чуть ли не к вам эти грязные ниточки тянутся. Врёшь. Нет ли, Леонид Ильич? Не вру. В этом вы знаете, я не замечен. Я бы эту погонь калёным железом. Но у меня руки связаны. И только вы один можете их развязать. И тогда благодарный народ золотыми буквами ваше имя в историю впишет. Ну что ж. Действуй, Юра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok